приветствую кулинаров на моем канале сегодня приготовим очередной кулинарный шедевр и сегодняшнем видео я решил заинтриговать по названию вы уже поняли что сегодня приготовим мясо с грибами в рукаве а правильно будет сказать грудка индейки с грибами получается очень вкусно как получится и что получится вы увидите в конце так что не переключайтесь смотрите все до конца там развязка всех событий все переходим приготовления а вам если понравится видео не забудьте поставить лайк и не стесняйтесь подписываться все приступим вот все наши ингредиенты как всегда свежие красивые ингредиенты конечно получится вкусное блюдо ребятки кто любит себя и свой животик готовьте из свежих и красивых ингредиентов это вкусно и полезно паприка сладкая паприка соевый соус здесь у меня 100 миллилитров помидоры черри и сладкий перец придадут красоту нашему блюду а вот наша грудка грудка индейки мощная грудка здесь у меня полтора килограмма оливковое масло и грибочки тоже полтора килограмма я взял такие средние вам тоже рекомендую ну конечно без специй нам никуда количество напишу в описании под видео вот и все наши ингредиенты ребята для начала нарежем мясо вот у меня вот такие два кусочка начнем с маленького режем не на большие кусочки примерно как на шашлык кстати вкус тоже будет похоже на шашлык и дешевое мясо очень шикарная подходит к любому блюду мы уже второй год держим индюков нам очень понравилось правда с ними очень много хлопот по поводу этого блюда у кого нет индюшиной грудки можно взять куриную но имейте ввиду куриная грудка более сухая чем индюшина идеально получается с индюшиной но как говорится на нет и суда нет все с мясом и закончили перекладываем в миску мясо красивое и нежное теперь будем его мариновать ложим специи здесь у меня кориандр полторы чайной ложки базилик сушеный 1 чайная ложка черный перец 1 чайная ложка и сушеный чеснок пол чайной ложки пару щепоток паприки и соевый соус по секрету вам скажу соевый соус хорошо подходит для маринования птицы это у меня такой маленький секрет соль ложить я не буду из-за соленого соевого соуса а вы смотрите на свой вкус оливковое масло но здесь лучше не экономить используйте только оливковое масло так будет лучше теперь нужно хорошо перемешать слегка сжимаем мясо чтобы маринад питался в него конечно он и так питается но я ему помогу чтобы ускорить процесс все теперь оставим мясо в покое на 1 час теперь займемся грибами грибы у меня средние но я их лучше порежу хоть можно было оставить и целыми я режу пополам если у вас грибы крупные лучше будет если вы порежете на четверть пересыпаем в миску и в ней будем мариновать все грибы нарезали теперь замаринуем оливковое масло на полтора килограмма грибов нужно будет 150 200 миллилитров оливкового масла и паприки паприки кидаем не жалеем ложите на свой вкус также грибы можно посолить я не буду солить потому что у меня соевый соус соленый боюсь пересолить как говорится лучше не досолить чем пересолить теперь хорошо перемешаем устоит маринуется ну вот время нарезать овощи мясо и грибы уже замариновались начнем перца режем тонкими кругляшками получил лучше резать перед использованием чтобы они не потекли или не повяли все половина перца хватит вот все идеальные кругляшки теперь отделим хвостики от помидоров помидоры заранее помыл теперь осталось отделить хвостики и они готовы резать не будем как говорится финишная прямая вот я отрезал рукав чуть больше чем противень один конец как всегда завязываем сейчас хорошо завязки идут с рукавом вместе нужно сделать удобный мешочек теперь выкладываем все ингредиенты слоями начну с грибов перчика немного мясо грибочки опять перчика очередность и порядок не обязательно так что творите что хотите помидоры это блюдо очень вкусно так что не ленитесь приготовьте а потом напишите ваше впечатление можете спокойно угощать гостей я бы не стал называть это блюдо банальным сразу предупрежу что она очень сытно с таким количеством ингредиентов человек 56 точно можно накормить взрослых голодных мужиков таких как я белка здесь хоть отбавляем немного польем маринада все хватит завязываем вторую сторону все готово теперь в духовку на 40 минут при температуре 250 градусов скоро увидимся не переключайтесь ну вот ребятки кульминационный момент ответ вкушение я сам себя захлебну какой аромат вот мясо готово пробуем вкусно шашлык в духовке грибочки сочные мощные смотрите сколько сока вот перчик наш и там помидорчики отварились переварились попробуем помидор конечно наш крымский помидор гораздо вкуснее но увы сейчас зима смотрите сколько жидкости сока сочности целом бомба вкусняшка готов так что ребята не жалейте лайки подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик всем пока до новых встреч удачи в жизни всегда с вами готовьте с нами